итак в первую очередь мы значит варим нут нут у меня вот здесь вот уже сварился варится он где-то за 25-30 минут очень быстро если замочить его нут надо взять вот крупные не мелкий который быстро варится вот этот крупный который надо замачивать замачиваем мы с ночи либо вот я сделала совсем с утра замочила и вот у меня 78 даже 9 часов прошло с утра и он так быстро сварился дальше куриную грудку либо филе бедра еще лучше отварить либо всю курочку можно отварить значит первую воду я слила с курицы вторую воду кипячу добавляю значит маленький лучок соль немножко потом было будем смотреть если соли мало добавим значит добавляем туда 3-4 горошин черного перца одну маленькую лаврушку и вот так вот у меня идет курочка вот я буду использовать только грудку так варю всю курицу остальное не для другого блюда как раз бульон будет насыщенный что мне здесь 100 грамм сливочного масла добавляем где-то одну столовую ложку подсолнечного чтобы масло не подгорело добавляю я рис рис я хорошо промыла в воде я его не держала просто промыла рис у меня басмати длинный рис хороший теперь нам надо его обжарить где-то минуты две масле не давайте маслу сильно растает чтобы он не поджарился тогда вкус получится не тут сейчас он сам растает вместе с рисом вот так вот его обжариваем минуты две я даже таймер поставила что больше двух минут не обжаривалась видите у меня две минуты прошло вот минуты две шипит вот на среднем огне не на маленьком не на самом большом на среднем огне все теперь сюда добавляю я нут нут вот вареный нут стакан рис у меня таких же стаканов 2 стакана все вместе одним стаканом если взяли 1 200 грамм и за все мерить и им вот так вот еще пару секунд дальше этим же стаканом мерим на 1 стакан риса полтора стакана бульона куриного вот так вот я сцеживаю так у меня два стакана риса было значит мне нужно три стакана бульона посмотрите плюс минус если вы хотите допустим где-то может не доварился где-то что будете на будущее уже знать сколько вам надо бульона добавлять теперь можно уже вот так вот варить дальше в турции так и делают курицу потом уже добавляют когда сервируют но я люблю когда курица вместе вот я раньше достала чем остальные куски это же грудка чтобы она вот здесь вот дошла и нагрелась вот так вот и заодно хорошо перемешается все теперь мы на сильном огне даем ему закипеть хорошенько вот он должен забурлить все забурлила теперь убавляем огонь на минимум до того момента когда вся вода вот этот бульон весь не выпарится у нас вот должно уже на дне образоваться такой следы масла чтобы было чтобы бульона не было жидкости чтобы не было все ждем это где-то может быть пол часика может 40 минут я вам точно скажу сейчас засеку время сначала полчаса чтобы вам точно сказать но от плиты еще раз говорю зависит у всех же плита разная вот так вот на среднем огне видите уже пузырьков начала уже вот не сильно бурлить все убавили закрыли больше не открываем будем смотреть через крышку когда уже жидкости не будет тогда откроем проверим итак прошло у меня 30 минут на маленьком огне это где-то у меня было вот так вот уже жидкость выпарилась посмотрите так может быть не видно что вот она рассыпчатая хорошая еще немножко влажноватая но на дне уже видите нету воды вот а так она уже готова почти готово теперь выпарилась мы ее выключаем вот так вот крышку заворачиваем полотенцем и оставляем минут на 10-15 отдохнуть вот такой вот плов у нас получается посмотрите какой рассыпчатый это вот потому что вот полотенцем я закрыла минут где-то 20 она вот там вот потомилась еще вот лишняя жидкость вся впиталась в этот самый полотенце можно и подольше оставить можно на подогреве оставить по чуть-чуть просто на подогреве тоже получается вот так вот рассыпчатый вкус все все делается если у вас нут заранее приготовлен и как бы бульон уже заранее готов то вообще ли там делать то и нечего абсолютно вот так вот и такой плов продаются как бы это как считается уличная еда его можно встретить вот на улицах турции очень известный вот этот плов с нутом она вот как раз у них вот эти вот будки на колесах вот эти вот они же все на подогреве и вот она вот томится и томится совсем на медленном огне получается очень вкусно ну а у меня все всем пока пока пока